Четвертый А-класс школа номер 4 два года является участником природоохранного социально-образовательного проекта «Калята». За это время ребята больше узнали об экологических мероприятиях и сами приняли участие в субботниках сборов макулатуры и пластиковых бутылок. Они занимались выращиванием рассады для цветочных клумб школы. Большую работу и активность коряжемских «Калят» отметили представители Росприроднадзора. На минувшие недели в региональном управлении подводили итоги реализации проекта. Ребята представили видеовизитку и мультфильм, авторами которого стали они сами. Они большие молодцы, очень внимательно слушают, очень выросли, я могу отметить, сегодня посмотрела на них. И, конечно, очень приятно, что они озабочены вопросами охраны природы. И вот последний мультфильм, который сделан их собственными руками на основе их рисунков по водной тематике, ну, очень красивый мультфильм был. Проект «Калята» реализуется в стране четвертый год. Территориальное управление Росприроднадзора совместно с крупными предприятиями Архангельской области стали наставниками шести подшефных классов школ региона. Итогом совместной работы стали экологические уроки и акции, экскурсии на производство. Я бы хотела отметить тоже и их шефов, группу «Элим», филиал в городе Коряжме, который очень много времени проводит с детьми, рассказывает им и о комбинации, и по вопросам экологической безопасности. Сегодня на уроке представители Росприроднадзора и филиала группы «Элим» в Коряжме вручили ребятам подарки от партнеров проекта. А заодно поинтересовались, хотят ли школьники продолжить участие в природоохранном проекте. Я хотела бы узнать, хотите ли вы дальше продолжать участвовать в этом проекте, когда вы осенью уже перейдете в пятый класс? Да! Сергей Викторович, вы слышали? Мы вас слышали, ребят. Партнеры проекта пообещали, что на предстоящих встречах обязательно расскажут об охране атмосферного воздуха, животных и растениях, занесенных в Красную книгу. Очередным совместным мероприятием будет субботник. Хотя уже сейчас ребята могут присоединиться к акции «Час земли», которая нацелена на бережное отношение к природе. Руководитель отдела охраны окружающей среды филиала группы «Элим» в Коряжме Сергей Колпаков предложил ребятам последовать его примеру и стать участником акции.